Приветствуем вас, дорогие братья и сестры, на библейском портале Экзегет. И давайте сегодня вспомним преподобного Паисия Величковского. На самом деле, если бы не было преподобного Паисия Величковского, то не было бы традиции оптинского старчества, не было бы глинских старцев, Саровская пустынь тоже с преподобным Серафимом Саровским и многих других известных святых отцов XIX века с их духовным опытом, таких как святитель Игнатий Бринчанинов, святитель Феофан Затворник, потому что все они на самом деле опирались именно на преподобного Паисия Величковского. Он возродитель старчества на Руси, возродитель не просто духовничества, а вот такого умного делания, умной молитвы, то есть молитвы Иисусовой «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного». Обычно мы не придаем этому никакого значения, вот подымаемся мы с утра уже в голове, там вот куда-то надо там спешить на работу, что-то там сделать, успеть, и мысли скачут, все это перемешивается, мы вспоминаем, кто-то нас вчера обидел, кто-то чего-то сказал, да, на работе нужно то и то сделать, потом надо что-то купить, и какой-то негатив накручивается, и вот как снежный ком все это так вот накручивается, накручивается и несется куда-то в бездну, тогда как иногда надо просто вот встать перед святыми иконами, перекреститься и произносить молитву Иисусову, и отбросив все помыслы, заключать ум слова молитвы «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного». И вот чтобы это правильно совершать, нужны, конечно, учителя, нужна живая традиция, и вот эту традицию как раз возрождал преподобный Паисий Величковский, потому что безумного делания это вот как древо без плодов, то есть есть только листья, есть внешнее делание, а если нет умного делания, то тогда что же, получается нечто безумное, да, то есть ты не вкладываешь никакого внутреннего содержания в те телесные труды, там поклоны, посты, да, вот ты, допустим, берешь какие-то подвиги, ты стоишь в храме, а ум твой где? Он, может быть, гуляет где-то там на рынке или вообще в каких-то непотребных местах, поэтому безумного делания, без внимания к нашему сердцу, к нашим мыслям никак нельзя. И вот преподобный Паисий Величковский, но многие, наверное, думают, что он был такой вот как бы психологически сильной личностью, такой сильный характер, вот как обычно в миру, хотят увидеть какого-то лидера, который ведет за собой народы, а на самом деле вовсе не так. Он отличался очень такой скромной, тихой, молчаливой душой. Вообще он родился на Полтаве, город Полтава, это 18 век, 1722 год, рождается он в семье священнической, отец его был протерей, настоятель храма в честь Успения Божьей Матери, и вот такой род священников, это, да, род Величковских, и прадед был священником, и дед, и вот отец его, и все они были настоятелями в этом храме, но отец умирает, когда сыну, еще в будущем он преподобный Паисий, а тогда его звали Петром, и вот маленькому Пете было всего лишь 4 года, но был старший брат, еще там вот кто-то в семье, и мама очень хотела, чтобы Петр, он тоже впоследствии стал вот священником и настоятелем в этом храме. Конечно, было много духовной литературы, и он читал все это с детства, и отличался именно таким тихим, молчаливым характером. Даже был такой случай, когда пришли гости, вот маленький Петя в том числе дома, и гости там расспрашивают о чем-то, и потом Петю тоже спрашивают, а он не отвечает, он такой молчаливый, застенчивый, они еще ему вопросы задают, он опять не отвечает, и тогда обращаются к маме, он у вас что, немой что ли? А на самом деле он именно стремился вот к этому безмолвию, да, ну и действительно по характеру был такой очень застенчивый, молчаливый, зато он много читал, и читал святых отцов уже тогда в ранние годы, и любил молиться. А мама, поскольку она хотела, чтобы он занял место отца, вот брат тоже сколько там прослужил, но тоже умер, к сожалению, и вот мама очень рассчитывала на своего сына Петра, и поэтому, когда ему 13 лет, то его отдают в Киевскую духовную академию. Это считалось очень престижное образование для того времени, 18 век, первая половина 18 века, и действительно он туда поступает, сдает прекрасные экзамены, учится, но вот в душе у него уже идет такое, как бы перелом такой наступает, он понимает, что ему хочется монашества, ему хочется безмолвного стремления к Богу, такой сокровенной сердечной молитвы ко Господу. А что такое было образование в Киевской духовной школе в то время? В 18 веке зубрили латынь, изучали латинский язык, и на латинском языке уже изучали богословие. Это было такое влияние западного образования, даже священное писание, Библию читали по латыни, а молились-то по-славянски, по-церковно-славянски, и возникало такое как бы раздвоение, раскол в сознании, и было большое влияние западной культуры через вот этот латинский язык. И Петр, проучившись около четырех лет, он окончательно решает уйти в монастырь. И вот однажды во время каникул, он, конечно, побывал вот дома, и мама вышла попрощаться с ним, и он, прощаясь, даже вот расплакался, понимая, что видит он ее в последний раз, уходит, ну, она пока еще ничего не понимает, и вот он, вернувшись, действительно, в один из дней просто собирает вещи и уходит, оставляет эту Киевскую Духовную Академию, просто вот исчезает. Но все поняли, что он ушел куда-то в монастырь, а куда именно ушел, то пока никто еще не знал. И начинается целое такое вот странствование юного Петра, будущего преподобного Паисия. Сначала он приходит в Китай, в пустынь, рядом с Киевом, и он такой робкий, застенчивый, вот он приходит к настоятелю, а тот приглашает его, ну, садись, вот поговорим. А юноша стесняется и не садится, тот второй раз, третий раз, а он вот как-то, ну, растерялся, так и не сел, и ему этот настоятель строго говорит, вот не вижу в тебе никакого послушания, нет в тебе Христово смирения, ты не пригоден к монашеству, так что давай, уходи. И, в общем, пришлось ему оттуда уходить, ну, зато он оттуда что вынес, что монах, когда ему что-то говорят, он всегда должен отвечать, простите, грешен, ни в коем случае не оправдываться. Вот так вот он учился такой послушнической монашеской жизни, и тогда вот он пошел к своему духовнику в Чернигов, и тот посоветовал поступить в монастырь рядом с Любичем, а это родина преподобного Антония Печерского, и там был такой старец с Херхи Мандрит и Аким, и вот юный Петр идет туда, а в то время Любичский монастырь находился на территории Польши, это были польские территории, и нужно было переходить государственную границу, а у Петра у него ни документа, ничего нет, и вот он идет, боится, трепещет, как что там будет, его вдруг остановят пограничники, как он будет отвечать, вот он только молится, и вот подходят границы, и действительно стражники на этой границе, а с той стороны показался какой-то монах, и вот с молитвой пытается пройти, как ни в чем не бывало, юноша Петр, и его стражники окликивают, «Эй, ты куда идешь?» Он остановился, не знает, что сказать, и вдруг монах с той стороны говорит, «Чего вы его окликаете? Разве вы не видите, что это послушник наш возвращается обратно в монастырь?» «А, ну ладно, иди». И вот так вот он попадает в этот монастырь по благословению своего духовника. Вот, видимо, какое-то чудо произошло, что Господь вот так его провел. И действительно, в этом монастыре была очень атмосфера духовная, милостивая, и настоятель отличался таким терпеливым, отзывчивым нравом. Он с радостью принимает Петра, дает ему послушание. Это что-то вроде продуктового склада. То есть, каждое утро, очень рано, Петр должен был выдавать необходимые продукты поварам, чтобы они готовили пищу. И, кроме того, он вычитывал келейные правила с Херхимандриту и Акиму, вот этому старцу. И было, конечно, уже вот это соприкосновение с более такими опытными, преуспевшими монахами, со старцем. Но, как мы говорили, юноша отличался таким уступчивым и мягким характером. И поэтому часто братья, они просили, чтобы он что-то выдал им с продуктового склада. Кому муки, кому крупы. А повара просили, чтобы он вдвое больше выдавал им, нежели вроде бы предписывалось. То есть, говорили, что будет вкуснее обед. И действительно, трапеза стала лучше. В то время, хотя сам преподобный Паисий, он впоследствии вспоминал, что ему было очень стыдно, что он выдавал, так сказать, из милосердия больше, чем это предписывалось. Вот такая коллизия была. Еще он читал жития во время трапезы и настолько проникновенно, что многие переставали даже есть подходили к нему, рядом слушали. Настолько проникновенно он читал жития святых угодников. То есть, видимо, его сердце, оно особенно откликалось на жизнь святых. Да и он, собственно говоря, сам вступил на этот путь. Путь жизни святых угодников. И, казалось бы, там все нормально. Вот сейчас надо будет в скором времени принимать постриг. Как вдруг меняется настоятель. И приезжает очень такой строгий, жестокий настоятель, который не понимает совершенно братью. И вот то, что происходит там, в этом монастыре, очень показательно. Оказывается, много зависит от того, кто является руководителем монастыря, кто осуществляет вот это руководство. И если такой человек, он невнимателен, если он самовластный и думает только вот больше о себе, то все начинает разваливаться. И вот этот настоятель, он даже трапезу для себя отдельную велит готовить. То есть, вместе с братьями он не вкушает ничего. И настолько вот он жесток, что произошел следующий случай. А вообще вот преподобный Паисий, ну тогда еще юноша, вот послушник Петр, он был очень терпелив. И когда он учился в Академии в Киевской Духовной, то он дал себе такое правило. Никого не осуждать, вот что бы ни сделал другой человек. Вот не осуждать и все. Избегать ненависти. Вот как только начинает копошиться помысл злобы, тут же молиться Господу, чтобы ненависть даже близко не завладевала твоей душой. И прощать вот абсолютно все. Вот что бы ни совершил твой брат, прощать, потому что сказано, прощайте и прощены будете. А тут вдруг что происходит? Что вот этот настоятель, он просит подать ему какой-то капусты, а преподобный Паисий, он не расслышал, боялся переспросить, ну и как вот услышал, так и принес ему капусту. А капуста, она бывает разная, бывает там квашеная, бывает тушеная, там я не знаю, может цветная какая-нибудь капуста, еще чего-то. И в общем принес он не то, что просил вот этот строгий, злой настоятель. И этот настоятель, выйдя из себя, сильно ударил по лицу преподобного Паисия Величковского. Так что тот, конечно, очень огорчился. И тут он еще узнает, что вот келейник настоятеля тоже в чем-то провинился. И в общем настоятель говорит кому-то, что я с ними по-свойски разделаюсь. Ну и стало понятно, что в этом монастыре уже не до духовного руководства, и они решают вместе бежать. Вот так вот тоже опять-таки повторяется вот это вот бегство. Ночью они выходят из обители и уходят. Шли они лесами, ночевали под открытым небом и пришли в Медведовский монастырь святителя Николая Чудотворца. И вот стали там трудиться. И послушнику Петру дают очень тяжелые послушания, а его физические силы не соответствовали. Вот оказывается надо тоже это соразмерять со своими способностями, то на что ты действительно, что ты можешь потянуть, иначе просто будешь надрываться. Ну в конце концов нашли как бы некоторые послушания. Вот с утра до вечера он трудился, он подавал пищу братьев во время трапез, он потом собирал посуду, мыл все это, потом подметал трапезную, еще другие какие-то послушания, на клиросе в храме помогал. И вот он здесь чувствует, что оказывается смирение приносит душе радость. Если у тебя в душе ропот, то у тебя никогда не будет радости. А вот когда ты смиряешься и при этом молишься Господу, то в сердце твоем начинает рождаться радость. И вот именно в этой обители он принимает иноческое пострижение, это вот первая такая ступень монашества, иноческое пострижение, вресофор. И его именем вообще было в постриге Парфене, но братья звали его почему-то Платоном. И даже когда он говорил настоятелю, что меня почему-то Платоном зовут, то тот как бы отшучивался. Ну, братья виднее, как тебя называть. Может быть, его потому так называли, что он учился до этого в Скиевской духовной академии, а там и философию изучали. И вот как бы Платон, как бы по имени философа Платон, вот так за ним закрепилось это имя, что он инок Платон, хотя в постриге он на самом деле был Парфене. И вот так вот он там трудился, молился, а тут вдруг приезжает чиновник от областного правителя и требует, чтобы монастырь принял унию. Вот тут надо пояснить, что многие храмы, монастыри в 18 веке на территории нынешней Украины там православных принуждали к унии. А что такое уния? Уния – это фактически союз с римно-католической церковью, когда формально ты сохраняешь те же самые православные обряды, то же самое богослужение, но при этом ты начинаешь принимать догматы католические и Папу Римского признавать за главу церкви. Но у нас вот по православному исповеданию глава церкви сам Господь Иисус Христос, а всякие вот предстоятели, они только служители тоже Божие, да, и поэтому римскому Папе никак не могут выделяться какие-то особые права, и в общем этот чиновник, он убеждал братью, все отказываются, и тогда без лишних разговоров чиновник запечатывает все помещения, запечатывает храм, чтобы туда никто не мог прийти, и грозит какими-то еще более серьезными притеснениями, ну и в общем пришлось оттуда уходить, и вот с некоторыми другими товарищами, инок Платон, как его называли, он приходит в Киево-Печерскую лавру, и получается откуда он ушел, туда-обратно он и вернулся, он-то всегда искал и думал, что найдет такую тихую, далекую от мира, от шума, безмолвную пустынь, небольшой такой монастырь, где немного монахов, и вот вдали от мира будет трудиться, а Господь все равно его приводит туда, и вот, кстати, там он узнает про свою маму, оказывается, когда он бежал, ведь известие об этом дошло потом до мамы, и мама очень сильно огорчилась, и приехала, конечно, в Киевскую Академию, потом ходила по Киеву, по другим монастырям, вот, а это было зимой, очень трудно было все это искать, и потом огорченная она возвращается, и даже слегла, и она решила, что не будет есть и пить, ну, фактически, чтобы умереть, и вот, в какой-то момент, и думали, что вот действительно умрет, она вдруг кого-то увидела, и такое страшное какое-то видение, потом рассказала, что это были бесы, которые явились ей, и тогда она попросила молитвослов, стала молиться, особенно читала Акафис Божьей Матери, тогда бесовские силы отступили, а после этого она вдруг увидела ангела, который ей сказал, что зачем ты так убиваешься о своем сыне, который избрал лучшую участь, ведь он посвятил себя монашеству, монастырскому деланию, а не какому-то греховному там деланию, да, и поэтому надо радоваться о сыне твоем, и тебе самой следовало бы пойти тем же самым путем, и тогда она отвечает, раз такова воля Божия, то я уже не буду больше огорчаться, я принимаю волю Божию, и после этого она полностью исцеляется, возвращаются ее силы, и она сама действительно уходит в один из монастырей, принимает монашество с именем Иулиании, вот об этом узнает как раз инок Платон, и он трудится в монастыре, и вот, кстати, в типографии, и вообще он с книгами очень много занимается, и как только он появился в первых монастырях, он там уже читал святых отцов, особенно Лествицы, преподобного Иоанна Лествичника, производила на него такое очень сильное, глубокое впечатление, и вот тут он в типографии трудится, он тоже изучает различные книги, и кроме того, чеканка по меди, вот он иконы чеканит на меди, как обложки на такие, ну, на богослужебные книги, а потом вдруг приходит его товарищ, с которыми они учились вместе в академии, и тот говорит, что вот мы же решили все-таки себя посвятить совсем безмолвной жизни, поэтому давай мы все-таки поищем такую обитель, ну, и вот вновь они выходят из Киево-Печерской Лавры и отправляются в путь, и вот так он оказывается в Молдавлахии, Молдавлахия это территории современной Молдавии и Румынии, ну, спросите вы, почему же он не пошел на территорию России, где вот столько храмов, монастырей, а дело в том, что это 18 век, и начиная с Петра I, к сожалению, вот монастыри начинали уже притеснять, и даже Петр I, один из указов у него был такой, что он запрещал без особого разрешения постригаться в монастырях, и вот можно было только там отставным солдатам, допустим, легко принять постриг в монастыре, а образованным людям, ну, это вообще крайне тяжело, и потом, ну, чуть погодя, там вот Екатерина II, она вообще провела секуляризацию монастырских земель, там монастырских территорий, помещений, многие монастыри были упразднены, да и Петр I еще вот положил это, вот там их превращали в какие-нибудь богодельни, туда инвалидов, помещали, это все хорошо, конечно, но когда упраздняется монашество, то христианство, оно как бы теряет вот лучшие свои силы, и оказывается, что в духовном смысле уже не за кем идти, и происходит дезориентация, и какое-то время, кстати, да, там даже запрещалось монахам держать перья и чернила, и бумагу, писчу в своих кельях, то есть в 18 веке даже запрещали монахам что-либо писать, а преподобный Паисий Величковский, для него ведь духовная письменность, она имела первостепенное значение, и вот поэтому он оказывается в Молдавлахе, как ни странно, территории эти были под властью Турции, но там оказалось лучше всего, то есть никто не давил на монастыри, и не было никакой унии, то есть римский папа не мог туда вот свое влияние как-то распространить, и поэтому именно там он находит тоже неплохие такие обители, вот в частности Тристенский скит святителя Николая, где он поселяется, и вот этот скит в Тристенах, он по афонскому уставу во многом существовал, там были афонские богослужения, там также некоторые традиции монашеские от палестинской лавры святого Саввы освященного, некоторые как отшельники жили рядом со скитом, и тут вот инок Платон, он видит прекрасный опыт такой вот подлинных молитвенников, тех, кто проходит такую реальную практическую монашескую жизнь, был такой интересный случай, когда он утомившись от послушаний, он вдруг проспал богослужение, приходит в храм на утренню, а там уже прочитали Евангелие, и уже начали петь канон, ему настолько стало стыдно, что он в слезах ушел обратно к себе в келью, и вот плакал, каялся перед Богом, не пошел даже к литургии, и не пошел на трапезы, а монахи собираются на трапезу и говорят, а где наш инок Платон, чего же его нет, вот надо же вместе всем трапезу совершать, послали за ним одного, тот видит, тот кается в слезах перед Богом такой весь в огорчении, он его уговорил прийти, ну, как только он пришел, он тут же упал на пол перед всеми, раскаялся, плакал, не хотел вкушать пищу, и потом еле-еле его уговорили, и, значит, когда он уже ушел из трапезы, то один из старцев в пример поставил, его говорит, посмотрите, вот он по уважительной причине, потому что он много выполнял послушаний, он опоздал на богослужение, но за то, как он кается, и какое у него рвение к храму, к церковному богослужению, вот молитесь, чтобы у вас было такое же усердие в отношении службы, чтобы вы также усердствовали о Боге, стремились ко Господу, и вот проходит некоторое время, ведь он посещал еще некоторые тоже другие скиты, монастыри видел в Молдавлахе, но сердце его стремилось к Афону как более совершенной жизни, и вместе с одним иеромонахом он направляется именно на Афон, у них в кармане несколько грошей, и когда им удается все-таки достичь горы Афона, это очень тяжело было все пройти, потому что надо было плыть на корабле, потом в Стамбуле, оттуда переправляться, и он приезжает туда совершенно нищим человеком, а оказывается, что все монастыри на Афоне, они платили, ну как бы получалось, что они в каком-то смысле как бы арендуют вот эти территории, и платят за аренду Турции, и вот здесь наступает на самом деле самый трудный, наверное, самый трудный период в жизни преподобного, потому что он-то думал, что найдет сейчас здесь такого духоносного наставника, старца, который возьмет его к себе как ученика, будет наставлять, как правильно совершать молитву Иисусову, оказывается, он никому не нужен, каждый там уже занят своим деланием, у кого-то уже есть ученики, приткнуться негде, и вот инок Платон, он вынужден жить в уединении, и у него совершенно нет средств к существованию, и получается так, что иногда он даже вынужден просить подаяния, и если бы ему не помогали монахи и славян, то он просто-напросто умер бы, а вот греки не являли такого человеколюбия на Афоне, а вот славяне, славяне-монахи, они помогали, иногда он, допустим, заготавливал дрова, да, или вот он ходил куда-то за подаянием, и потом возвращался полностью без сил, то есть физическое состояние его уже было полностью истощенным, и он лежал по 2-3 дня и только молился молитвой Иисусовой, и вот этот самый трудный период, он и был таким вот неожиданно даже для него самого таким духовным становлением, то есть если он приехал сюда, и вот то, что до Афона это как бы такой послушнический искус, то здесь уже действительно началось такое монашеское его житие, и через самые трудные испытания, когда он прошел вот через это со смирением, с доверием Богу, то Господь и созидает в нем подлинного монаха, и вот приезжает тоже сюда из молдавских старцев старец Василий Поляна Мирульский, которого уже знал преподобный, и они много беседовали, вот этот старец Василий, он постригает его в монашество с именем Паисия, вот так вот уже преподобный с именем Паисия продолжает свой духовный путь, но старец Василий все-таки советовала ему как, вот не жить все-таки полностью в уединении, он говорил, что есть ведь три типа монашеского устроения, то есть общежитие, общежительный монастырь, где много монахов, которые трудятся на разных послушаниях, никто ничего своего не имеет, общая трапеза, общие послушания, общее богослужение, а для совершенных есть, конечно же, отшельничество, вот он где-нибудь в келье, один совершает такой подвиг, умное моление приносит Господу, но не все это могут потянуть, и вот есть царский путь, это скитское устроение жития, скит, небольшое такое вот монашеское поселение, где, ну как скажем, келья, и вот там два или три монаха, они вместе трудятся, вместе молятся, друг друга поддерживают, и это как бы так царский путь, но получилось вот, что преподобный Паисий, он еще не сразу мог выйти полностью на устроение такого вот общежительного монашества, и какое-то время он еще один совершал свое вот такое вот делание духовное, а потом вдруг к нему приезжает тоже из Молдавии инок Виссарион, преподобному Паисию 28 лет в это время, и инок Виссарион просит, чтобы он взял его к себе и был наставником, а для святого Паисия это неожиданно, потому что он сам только-только вот недавно искал здесь наставников, и сам хотел быть у кого-то послушником, а тут вдруг он должен становиться сам руководителем вот этого молодого инока Виссариона, он сказал так, что нет, я не могу стать твоим наставником, но давай будем жить вот как два духовных друга, вместе поддерживать друг друга, и вместе вот совершать служение Господу, то есть вот она черта преподобного Паисия Величковского, это удивительное смирение, при этом он никогда не пытался быть именно лидером, понимаете, как бы такой сильной личностью, которая психологически на других действует, но именно его смирение и сделало его выше всех, в этом как раз тайна христианства, где меньшее становятся большими, то есть ты не пытаешься завладеть кем-то, давить на кого-то, ты не пытаешься манипулировать, а ты просто в свое сердце открываешь Богу, и когда в душе смирение, то благодать Божия, она осеняет такую душу, чистую, смиренную, кроткую душу, и вот к такому человеку начинают как раз все тянуться, и вот он становится духовным руководителем, и преподобный Паисий Величковский, он шел именно вот этим путем, и проходит еще несколько лет, и к ним начинают тянуться другие, и приезжает кто-то с Молдавии, кто-то еще откуда-то, вот, и действительно, все видят, что оказывается преподобный Паисий Величковский, вот он, пройдя эти трудности и правильно восприняв их, он получил духовный опыт, и он может укреплять других, и действительно, он становится уже руководителем, собираются ученики, и нужно где-то уже размещать как бы монастырь, ну и вот им отдали от монастыря Пантократер такую пустующую келью в честь пророка Ильи, где они обустраивают скит, скит в честь святого пророка Божия Ильи, и вот они строят там храм, они строят ограду, строят кельи, поварню и так далее, а кельи преподобный Паисий считал, что ну не надо много, потому что как они смогут, если там допустим 50 человек, то да, еще получится как-то помогать, подсказывать, а если больше, наверное, не получится, так он рассуждал, поэтому построили только 16 кельей, считалось так, что вот каждая келья она на трех братьев, то есть трижды 16, получается 48, больше вроде как бы не требуется, но потом получилось все совершенно не так, приходили новые еще тоже монахи и собирались, причем они разные, и русские, и украинцы, и молдаване, да, и даже греки приходили, и все были как единая духовная семья и совершали вот моление Господу и конечно же стали убеждать его принять священный сан, а тут я вот не сказал, что он же почему ушел из Молдавии на Афон, там его уже хотели как раз, думали рукополагать во священный сан, и он не хотел, и говорит, я же поэтому-то и ушел на Афон, чтобы просто быть обычным монахом, а тут получается меня уговаривают принять священный сан и быть общим монастырским духовником, ему 36 лет, и все-таки его убеждают и афонские старцы тоже на этом настояли и уговорили его, и вот так вот он принимает священный сан, становится духовником своей обители, и известно, что каждую литургию, когда он служил, вот это не просто вот, ну, такое, как бы, внешнее было, да, вот служение, красивое, а это настолько сердечно-искреннее, что он со слезами служил литургию, и сердца всех согревались, тех, кто находился в храме на богослужении, вот так вот они совершают духовное делание, и он вырабатывает тоже определенную традицию, он не просто сам совершает умное моление, он умному деланию обучает своих учеников, и вот здесь как бы две составляющие у него было, это откровение помыслов и молитва Иисусова, и даже дважды в день откровение помыслов, утром и вечером, а для чего это было важно? Для того, чтобы внутри не застряла никакая злая и кривая мысль, я, конечно, понимаю, что для вот нас, тех, кто в миру, это не очень, может быть, подходит, потому что, ну, кому мы пойдем исповедовать, открывать свои помыслы, но, по крайней мере, мы можем это постоянно делать перед Господом, вот утром ты подымаешься, помолись, перекрестись, и скажи, вот Господи, вот прости меня, грешного, очисти мой ум, очисти мою душу от этих злых, скверных мыслей, которые меня посещали, вот так же вечером посмотри, что у тебя в душе, и ничего не утаивай хотя бы перед Богом, потому что, где мы найдем духовника, чтобы там каждое утро, вечер ему открывать свои помыслы, а вот у преподобного Паисия Величковского, в кругу его учеников, как раз вот это регулярное откровение помыслов, оно сокрушало все страсти абсолютно, то есть, ты там обиделся на какого-то брата, да, или кому-то позавидовал, там какие-то блудные помыслы пришли, а вот ты идешь на исповедь, это каждый день, и нужно открывать, и очень быстро вся вот эта грязь уходит изнутри, и душа обретает навык хранить чистоту даже в мыслях, а если чистота в мыслях, то и во всем вся твоя жизнь, она будет чистой, и второе, это молитва Иисуса, вот произнесение с благоговением, со смирением и с покаянием Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного, сам преподобный Паисий Величковский, он говорил, что это, конечно, наука из наук, художества из художеств, да, то есть самое высокое и самое, может быть, сложное искусство, которому надо обучиться христианину, поэтому, конечно, сейчас мы не будем подробно так вот раскрывать все тонкости, но скажем лишь, что вот когда ум постоянно стремится ко Господу, да, то такой ум, он и приобщается к благодати Божией, и он становится одухотворенным, и вот преподобный Паисий Величковский, он как раз и закладывает основы для умного делания, точнее, он возрождает традицию умного делания, которая даже на Афоне к этому времени у многих была утрачена, конечно, не у всех были старцы, были, несомненно, те, кто совершали эту молитву Иисусова, но их было не так много, и они не создавали школы, понимаете, не набирали столько учеников, а вот преподобному Паисию Величковскому по дару Божию удалось, при всем его очень скромном, смиренном, таком тихом характере, ему удалось основать серьезную, прочную монастырскую школу, и проходит вот так вот 17 лет, и тут вдруг новое испытание, турецкие власти повышают налоги и требуют, чтобы монастыри платили больше денег за аренду, за то, что они находятся, и монастыри разоряются, и как быть, куда ехать, ну и что ж, пришлось возвращаться обратно, на Украину невозможно, там униаты, в Россию невозможно, там под притеснением светской власти монастыри, и поэтому поехали в Молдавию, где митрополит Гавриил с радостью принимает преподобного Паисия Величковского и уделяет ему место для обители, там в Драгомирне был пустующий монастырь в честь Святого Духа, и вот они поселяются именно там, и преподобный Паисий Величковский еще больше увеличивает число своих братьев, и он как считал, что главное это уделять внимание внутреннему устроению людей, не внешнее благолепие, понимаете, внешнее благолепие, оно со временем нарастет само, вот эти вот красота там, зданий, да, все вот благобразие, весь декор, который мы любим устраивать, это все со временем само нарастет, а вот если ты не заботишься о душах людей, то потеряешь самое главное, потому что собственно храмы, они для чего? Они не для эстетического удовлетворения людей, что поглядел, порадовался там, как на музейный экспонат, а чтобы душа бессмертная спаслась, и вот преподобный Паисий Величковский, он именно об этом и заботился, а тут вдруг очередная русско-турецкая война, и эти территории, на которой монастырь, отходят к Австрии, страна католическая и соответственно угроза унии, и как только вот один знакомый гумен секульской обители пригласил преподобного Паисия Величковского, то он решил вместе с монастырской братьей тайно перебраться туда, братья было 350 человек, и там тоже пошли они на хитрость такую, что вначале как бы на послушание отправили большую часть братья, вот они уже пошли по дороге в секульскую обитель, малую часть как бы он оставил, а сам вроде в храм идет, ну помолился, и потом вышел, и вот так вот несколькими частями они перебрались, перебрались в секульский монастырь, там тоже проводили вот эту жизнь, и везде преподобный Паисий Величковский, он занимался книгами, будучи на Афоне, он изучил греческий и древнегреческий язык, и он переводил святых отцов, и вот я вам прямо скажу, что благодаря именно преподобному Паисию Величковскому все монахи, все монахи русской православной церкви, вообще все монахи-славяне конца 18-го, 19-го века, они напитывались святоотеческим чтением, потому что именно преподобный Паисий Величковский перевел, славянское добротолюбие вот так вот появилось, переводил он и Исаака Сирина, Максима Исповедника, Василия Великого, там и многих других святых отцов, то есть вот эту базу, аскетическую базу монашеской жизни, а когда появлялись монахи духовно усовершившиеся, то тогда и миряне тоже тянулись и преображались, то есть вот как говорят об этом святые отцы, что свет христианам монахи, а свет монахам ангелы, монахи, как на некий образец, ориентируются на ангелов, и достигают вот этого, равноангельного образа жизни, и тогда миряне начинают ориентироваться на монахов и упорядочивать свою жизнь, то есть должна быть некая вот такая последовательность, кто-то должен быть духовным ориентиром для других, и преподобный Паисий Величковский, он постоянно везде трудился, но потом перебрались они в самую большую такую обитель, это нямецкая обитель в честь вознесения Господня, где уже последние пятнадцать лет жизни преподобный Паисий Величковский проводит со своими учениками, и вот представляете, у него, его ученики, они десяти национальностей, то есть никто ни с кем не спорит, не враждует, никто никого не упрекает, потому что все понимают, что наше Отечество на небесах, мы для небес, а если ты из-за своей греховной жизни в ад пойдешь, то какая тебе разница, кому там чего отошло, границы эти то так, то сяк в истории человечества, а вот наша задача попасть в небесное Божие Царство, и преподобный Паисий Величковский, он как раз вот так и совершал свой путь, и этому учил своих учеников, и у него проявлялись дары прозорливости, и он молился, люди исцелялись, а он это всегда говорил, что это Божья Матерь помогла, потому что он и просил Пресвятую Богородицу, и его даже турки-мусульмане уважали, когда слышали имя Паисия, вот, а один раз ученик его заходит в келью, видит лицо огнезрачное такое-то, как, ну это благодать Божия, как огонь тоже покрывает его, потому что он погрузился в молитву, и в таком молитвенном созерцании пребывал, и благодать Божия, она явно выражалась, огневидно выражалась, вот так записал его келейник, но повторю, что главный, наверное, подвиг это то, что преподобный Паисий Величковский, он перевел очень многих святых отцов, и святитель Игнатия Бринчанинов, как раз очень выражал такую вот благодарность, ну святитель Игнатий позже жил, конечно, он просто говорил, писал, описал он преподобному Макарию Оптинскому, что вот когда берутся переводить святых отцов, то важно, чтобы переводчик, он все-таки сам тоже вел духовный образ жизни, и поэтому переводы преподобного Паисия Величковского, они просто замечательны, потому что это монах, который на собственном опыте прекрасно понимал, что такое духовная жизнь, и поэтому он понимал, что он переводил, о чем писали святые отцы, и преподобный Паисий Величковский до самой смерти переводил, писал собственные сочинения, был обложен книгами, так что даже кровать его, она была обложена книгами, и книги врезались в его тело, там даже появлялись пролежни, из-за того, что книги так вот тесно к нему прикасались, и благодаря его труда, повторим, что все монашество, оно насытилось святоотеческим учением, а его ученики, они пошли потом в Россию, и учениками его учеников уже стали старцы оптинские, и многие другие старцы русской православной церкви. Преподобный Паисий Величковский, он прожил 72 года, он отошел ко Господу в 1794 году, и был погребен там же, в Няминском монастыре, а там осталось среди учеников несколько тысяч, вот если брать даже скиты, не просто сам монастырь, а скиты, которые приписаны были обители, то до пяти тысяч таких вот усердных тружеников, вот оно наследие преподобного Паисия Величковского, и конечно же молитва Иисусова, которую он учил, и говорил так, что нельзя позволять своему уму скитаться туда и сюда, потому что наш ум, он грехолюбив, и мы непременно скатимся каким-то злым, скверным, нечистым помыслом, поэтому непрестанно побуждая себя к молитве Иисусовой, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного, и стремиться к этому нужно все-таки постоянно, почему так? Потому что наш ум, он не бывает бездеятельным, мы все время что-то пережевываем в своем уме, и если не дать нашему уму какого-то правильного, богоугодного делания, то он будет какую-то нелепицу производить, какие-то пустые, глупые, скверные помыслы, многоэтажные построения такие, а вот молитвы Иисусовой надо их просто всех посекать и молиться с покаянием, смирением, с благоговением и с вниманием к словам молитвы. Конечно, преподобный Паисий Величковский, он так говорил, что вот молитва Иисусова, она имеет как бы два вида, тоже есть деятельная молитва и молитва созерцательная, и он прошел все эти этапы и прошел путь такой непростой в общем-то молитвы умный с даже такими психотехническими приемами, но для нас нам достаточно остановиться вот на самом первом таком подходящем для нас уровне, когда мы со вниманием произносим слова молитвы Иисусовой, и тогда получается так, что ум он как бы заключается внутрь вот этой молитвы, и это как русло реки, которое течет вперед, и вот такой ум он очищается от помыслов, а когда внутри тебя чистота, то и жизнь твоя, она будет совершенно иной, поэтому братья и сестры вспомним сегодня преподобного Паисия Величковского, помолимся ему, чтобы укрепил он нас в нашем духовном делании, и постараемся вот в нашей личной духовной жизни постоянно произносить молитву Иисусу, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас грешных, аминь. Всех вас, дорогие братья и сестры, с днем памяти преподобного Паисия Величковского. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео.